здравствуйте дорогие меломаны я опять ухожу в прошлое я никуда не ухожу я остаюсь здесь и движусь в будущее но вспоминаю прошлое вспоминаю школьные годы чудесные как-то там что-то там не помню как в песне появится про эти школьные годы чудесные не такие они чудесные были на самом деле школу я не любил хотя учился более-менее нормально до 4 класса вообще отличник алеша рыбин ну а потом уже другие появились интересы и как-то стал хорошистом то есть самым поганым что только может быть это это хорошист это тебе и не отличник это тебе и не двоечник нормальный хулиган а такой типа не вашим не нашим хорошо такой я был нехороший человек но слушал при этом все время рок-музыку и в этой связи достал с полки пластинку чудный мир ах этот прекрасный вандерболт юрая хип 1974 год переслушал сегодня давно не слушал кстати говоря но по воспоминаниям и потому что я услышал сегодня я могу сказать что если школьнику алёшу рыбину страшно нравилась пластинка магишен звезды группы рай хип то сейчас магишен звезды мне нравится гораздо меньше чем вот этот самый вандерболт хотя в те времена в далекие эта пластинка у нас не то чтобы не котировалась но считалось такой ну такой альбом и альбомы рай хип уже хорошо чтобы не записали они все будет хорошо но все равно не самое любимое на сегодняшний день она мне кажется для меня гораздо интереснее чем тот же самый магишен звезды я бы послал рядом со свет фридом тем более что она перекликается со свет фридом очень сильно в частности с произведением dreams последним который 6 минут 10 секунд идет этот самый dreams эти самые dreams как будто просто записаны были для свет фридом но не влезли по хронометражу и их перенесли сюда хотя это не так конечно эта песня была записана для wonder world и вошла сюда благополучно ну все знают что пластинка эта записывалась в сложных обстоятельствах сложных ситуациях записывали ее в мюнхене германии и юрай хип не достигли того уровня просветления как скажем группа the rolling stones которым вообще все равно было где записывать свою музыку или там полу маккартни которому тоже возьму гитару сяду под пальмы и запишу альбом то есть все в порядке ничего не смущает там было сложно хотя может быть это было вызвано не нахождением на чужбине а внутренними проблемами в частности разборки денежные серьезные были гарри дэйн там отличился в основном предъявлял претензии джерри брону продюсеру что мол денег мало куда деваются деньги а джерри брон нормальный продюсер его многие не любили ну судя по тому что я читал про него я с ним не знаком поэтому не знаю хорошен или плох как человека и как продюсер как продюсер он хорош одну могу сказать а то что он зарабатывал деньги большие это работа продюсер зарабатывает деньги это необходимое зло это ужасы профессии продюсер зарабатывает деньги на то он и продюсер люди зачем люди становятся продюсерами спросите меня за тем чтобы искусство делать да да но чтобы заработать деньги надо делать хорошее искусство хороший продукт поэтому все вытекающие из этого соответственно надо делать хорошо и брон например одна оркестровка песни вот этой самой дэйзи роут чего стоит писаете оркестр нагнать написать аранжировку расписать партии всем партитуру это я вам скажу от репетировать и записать симфонический оркестр это вообще такая головная боль что мама дорогая особенно там в мире чистоганная нажива никто бесплатно на скрипке играть не встанет в общем нормальную работу делал джерри брона на него все ополчились говорили что денег денег давай денег денег да этот самый дэвид байрон все время пьяный был как пишут музыканты воспоминаниях своих приходил в студию и лыка не вязал но тюнянин спел прекрасно все везде спел ну и что это ужас и профессии ты рок-н-ролл играешь значит пей как я вот пошел пить сразу потом да и собака а не пьешь идею филармонию хотя там тоже такие ребята ой кошмар но это не страшно ну а гардейн потевший давно уже на наркотики продолжал злоупотреблять этим самым своим увлечением пристрастием и был нехорош за что в общем после записи альбома и тура в котором он получил всем известный удар током был уволен из группы уволен с работы был вот это же работа это же не просто дружки собрались поиграть вместе да это работа подписываешь контракт все обязательства обязуюсь то обязуюсь все это делать того не делать на работу не опаздывать да все в общем был уволен гарри день и к сожалению помер после этого потому что без музыки без бас-гитары без сцены он существовать не мог погрузился полностью в свои наркотические путешествия и они увели его из нашего материального мира в другой мир но тем не менее пластинка получилась замечательная замечательный вот сейчас я ее слушаю и понимаю что но про заглавную песню говорить нечего это хенсли как хенсли это типичный хороший узнаваемый хенсли прямо вот слушаешь вандерволл ты понимаешь что это юрай хип классический совершенно с мугом с синтезатором другим с фортепиано с гитарой бокса все прямо ну в основном здесь конечно на клавишных вся лежит песня это и лежит очень хорошо очень ровно и устойчиво скажем так ничем ее не сковырнуть просто классический юрай хип такой как мы любим все там по магишен звезды по demons and wizards даже по солдбери который я не люблю кстати гризиса пластинка юрай хип который я так мимо проходит совсем но дальше начинается еще круче все это если вандерволд это никаких никакого удивления не вызывает до песню привычный хороший проверенный годами уже юрай хип то вот дальше суицайдл мэн шикарный хард-рок шикарный хард-рок тот хард-рок который я люблю я же говорю про свое впечатление про свои то свои про свое мнение исключительно да может быть вы любите другой я не знаю но это тот хард-рок который я люблю он во первых хард-рок во первых он мощный резкий драйвовый быстрый и при этом прозрачный очень хард хотя и плотно вязка все очень-очень плотный звук но он не не душит перегруженной гитарой вот такой вот с песком с этим овердрайвовым овердрайвовым ничего все четко все по частотам разложено все прекрасно и аранжировочка конечно тоже не самая простая очень красиво но бодро быстро со свингом с мощью и конечно с псевдо оперным вскриком господина байрона в конце сначала поет как поет а потом все-таки дал я же юра и хип я же баян туда так хорошо достаточно смешно но здорово the shadows and the wind вообще неожиданность большая хотя и на тот момент времени уже не неожиданность а вот эти вот в конце голосовые гармонии они с одной стороны очень красивые такие квазиклассические быстро достаточно смешные ну юра и хип это это не первый опыт такого рода вы рахи по юра и хип было и раньше и в сайт фридом такие штучки есть но тем не менее очень интересно слушать со тарт еще один хард роковый крутейший номер с прекрасной гитары бокса бокс здесь вообще половину альбома конечно делает мало говорят про него как гитариста мало на всяких форумах на всяких этих хард роковых баталиях мало говорят про мека бокса про ричи блэкмора этого несчастного говорят все время все время куда не ткнешься везде ричи 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 а про бокса прекраснейшего с отличным звуком с работой с край бэби с квакушкой мало кто такие штуки вытворял как бокс со слайдом с квакушкой и со своим вот этим едким кислотным звуком таким разъедающим просто и мозг и тело и зрители и просто убил из отличная техника еще и с хорошей еще фразировкой своеобразной абсолютно не похожий ни на кого ни у кого ничего не собрал все придумал сам очень крутой гитарист ну и да easy road я уже сказал классический номер хэнсли который поет байрон поет очень сдержанно если я не ошибаюсь по моему барин все-таки поет эту песню надо переслушать очень сдержанно без своих с криков без уходов в эту псевдо оперу а поет как человек человеческим голосом проникновенно душевно интимно и оркестр конечно оркестр мощный плотный но достаточно сдержанная аранжировка очень музыкальная очень красивая песня просто на пятерку с плюсом как и вся первая сторона на самом деле особенно что странно от меня слышать наверно суицидал мэн и so tired два хард-роковых настоящих крутейших номера но продолжается все в something or nothing еще один прелестный рок-н-ролл прелестный хороший и это совсем не тот юрай хип которому привыкли это рок-группа это не прогрессивщики demons and wizards такие умные улетающие куда-то в сказочные миры которые смертным плебеем из публики не 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 доступны а эти парни спустились вниз к народу к публике и играют рок-н-ролл играют с бешеной энергией с адской гитары как я уже говорил бокса ну а гарри дэйн здесь отличился на всем альбоме со своим пулеметным басом просто замечательно такая к сожалению лебединая песня гарри дэйна после этого уже ничего по моему особенного не было у него записано но здесь просто это бенефис дэйна столько наиграл здесь на гитаре четырех струнной своей i want mind да что сказать как бы блюз как блюз на блюз настолько не интересный и если бы не микбокс то слушать там наверное было бы и нечего в общем потому что общем монотонно на блюз формально похоже но по сути конечно до блюза как до луны группу ира и хип никогда не играла нормальный блюз но бокс тут я не знаю то ли он спас положение то ли так и было задумано потому что настолько дикое слово во второй части и в финале у него она такое умопомочительное головоломная и и и и и просто глазах будет вытаращить хочется рот раскрытия а как вот это чего вдруг такая истерика гитарная но хорошая очень кайфово просто но опять-таки на мой вкус убогий очень хорошая просто спасение а вот про песню вы готовы я скажу следующее все говорят что на альбоме wonderworld нет ни одного хита вот песню вы готовы это 1000 процентный хит был бы если бы миг бокс придумал послабее и сыграл бы похуже и поменьше ибо весь запев все все куплеты все что спета там двухголосием это настолько хитова настолько просто радийно подпевать хочется в память западает сразу просто эта песня ну просто номер один сразу во все чаты но инструментальная часть убивает все потому что она для нормального потребителя хитов она слишком сложная она слишком сложная слишком раздражающая тревожная какая-то и и выматывающая и в середине инструментальной части в финале вот вы выматывающая гитара бокса мне очень нравится потому что это искусство это человек придумал именно так сыграл именно так именно с таким настроением чтобы и у слушатель было такое настроение а слушатель такое настроение не хочется получать ему хочется расслабиться и слушать приятные мелодичные запоминающиеся ритмичный быстрый тоже называется хит а когда ему музыка начинается когда и музыка начинается для него уже музыку ему нет давайте хит музыку потом в общем если бы не бокс это было бы конечно номер один ну а dreams я уже говорил что это классические уроки просто из альбома sweet freedom из альбома даже скорее magician's birthday что касается dreams прямо оттуда и по ритмике и по гармонии и по мелодии все просто в классике раз два три четвертый альбом уже в таком вот в такой манере был бы сделан но ничего плохого в этом нет потому что классические песни wonder world и dreams это для любителей классического юра и хип все остальное это новое но очень хорошее свежая по рукогрольная мощная и жесткая так что прекрасная пластинка не знаю почему ее как-то отставляет все в сторону я и очень люблю и пойду за это пить пока